Ну шо, ребята, всем привет! С вами снова я, Зазепа, и это Сталкер Призраки Прошлого. Продолжаем нашу каточку. Я её так не спеша прохожу, смотрю дополнительные квесты, не забрасываю там ничего. Насчёт Ассасин Крита, ну, я последнюю серию-то записал, но там получилось, конечно же, не очень хорошо у меня. Поэтому я даже не знаю, надо будет её перепройти, наверное, эту миссию. Мне просто уже терпения не хватает на ту игру, потому что она, блин, она по хардкорнее раз здесь, чем Призраки Прошлого. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Играю я на сложности мастер, на самой последней сложности. Или ветеран, там, не помню. Ну, короче, самая последняя сложность. А чё это такой жёлтый? Давайте, знаете чё, посмотрим, какие у нас задания есть. Список заданий, найти прибор. Ну, я не знаю, где в этом искать. Так, бывает. Мне тоже ничего не дашь. Бандос там лежит, и он стоит там. Бля, откуда у тебя запады? Так, ты к нему обращайся. Образец. Кольт, блин. Ну, привет. Ну, в этой игре кольтов нету. Просто из-за модификации убрали их, и всё. Так, ладно, пойдёмте сходим. Ту хрень найдём. Захоронение. Где нам искать все захоронения, а? Давайте сходим прибор, поищем ему. Чтоб не возмущался. Всякой хрени у нас полно. Кстати, пока не выдвинулись. Продадим всё это дело. Ну, просто ненужное. Лишнее КГ нам добавляют. Чего расскажешь мне, сталкер? На, забирай это говно. Не, оно не надо. Так, это чё такое? Радиопротектор. Ладно. Радиопротектор мы ему не отдадим. Так уж и быть. Продать. А ещё я хотел, знаете, чё в этой серии? Состоятельный клиент. Сколько у меня денег? А, столько сарей. Отлично. Только купить мы всё равно не можем. Нормальный костюм. Батарейка. Использовать. КП у нас сняло. Привет. Что с тобой случилось? Что пока? Я попал в аномалию. Студень погиб. Артефакт впитал мою душу. Теперь ты можешь меня вызывать. Но для этого тебе будут нужны батарейки. Я могу тебе приховать иногда, гранять вход или выход на твоё усмотрение. Если я умру, ты можешь меня оживить повторным зарядом и активацией артефакта. Получается, я твой хозяин. Совершенно прав. А я джин из артефакта. Слушай, а можешь просьбу одну выполнить? Какую? Привези мне гаусс-пушку. Я тебе за неё дам десяток батареек и ещё кое-что. Зачем трупу такой мощный ствол? Я смогу преобразовать её в энергию и стану сильнее и выносливее. И что вздумал? А если меня убить, вздумаешь. Зачем? Ты единственный, кто откликнулся на мой сигнал-сос. Так что ты мой единственный друг. Ладно, уговорил, принесу. Найти гаусс-пушку. Ты же так просто никуда не пойдёшь? Хотя бы с тобой поторговать можно. Давайте я этот артефакт отдам. Подготовленный артефакт. Давайте пуль немного сложим в ящик. Всё равно его никто не трогает. Нам столько много не надо. Просто всякого поскладываем. Что нам в принципе не надо. Не, КПК давай сюда. Вот это нам не надо. Вот это нам не надо. Это радиации нам столько не надо много. Винтов нам столько много не надо. Столько нам хватит. 36 кг. Всё, отлично. Минус килограммов 6 точно скинули. А, давайте сходим за прибором. И мы уже так и быть. Как раз уж решились. Ну, я, блин, реально без понятия, где его искать, этот прибор. Помнится мне с предыдущей серии, что там он где-то находился вроде как... Либо в самом здании, либо там... Внутри, там, снизу надо было его искать. Короче, я не знаю, где его искать. Скорее всего, где-то сверху. Я знаю, они могут его запрятать как-нибудь... Получше, так. Погуще. Ну, здесь в любом случае ничего не будет. Посмотрите, крыс завалили. Так вот, там дверка вниз спустится. Здесь тоже нихрена нету. Ну, и быть не может. А, ну, спустимся в подвал, в погреб, я не знаю. Вот же он, блин, вот я слепой. Так, здесь кондуктора-контролёра не будет. Надеюсь. Так, ладно, мы в толчок пришли. Сейчас надо отсюда выбираться. Так. Принести Вирвольфу. Блин, как я его первый раз не обнаружил? Так, конечно, тоже интересный вопрос. Мне уже показалось, что здесь кто-то завёлся. А нет, нифига, не завёлся. Ладно, без единого выстрела мы справились. Может, нам поможет этот агрегат как-нибудь? Так, прибор принёс. Отлично, спасибо, брат. Это то, что надо. Так, вот нам бы гаусовку как-нибудь собрать. Основание дуло ускорителей от этого оружия. Где мне найти ускоритель? Ну, привет. Здорово. Так, а вот сходим наверх. Может, там что-нибудь прикольное будет. Может, что-нибудь интересное найдётся. Ёлы-палы. Ребята. Кулачок-то мне никто ничего не сказал, что здесь лежит хоть что-то. Так. А где полковник? Полковника, походу, тут нету. Только чайник и радиоприёмник остался. Так, в сейфе тоже ничего нету. От операции фарватер... Тоже ничего не осталось. Так, ремонт. Ещё раз ремонт. Так, ты подремонтировал? Бездельник. Что скажешь, брат? Тем временем у нас уже 108 тысяч. Сейчас станет 112 тысяч. Ну, блин, дай мне хотя бы какую-нибудь севу, я не знаю, задрыпанную. 137, не хватает. Что лучше, этот или этот? Блядь, лучше этот, конечно же. Броня долго. Долго броня. Ладно. Кто, блядь? Кто там, блядь, дикий такой? Ща разберёмся, блин. Кто там такой дикий? Бадюки уже нашу базу штурмуют, что ли, я не пойму. А, ну точно, пацанчики. Один, блядь. Блядь, с новым калашом ещё. Чё за прицел там такой? Вот и нагрели мы прицел. С ночным видением. Не, ну мне не нравится, я не знаю. Я его буду присоединять. Содинись в прицел. На, забирай всё это говно. Всё, пойдёмте. Пойдёмте искать, где наш дед захоронен. Привет, брат. Блядь, чё ж у шпаны сюда полезли? Только где искать, я без понятия. Давайте начнём с... Детского сада. Пробуем там пораскапывать. О-о-о. Старый знакомый. Ты куда? Дорогой. Ты, блядь, хитрая залупа. Вот и не стало хитрой залупы. Всё. Пойдёмте... Сюда. К детскому саду. Короче, есть такая теория... Есть такая теория. Я просто слышал, ну, читал... Что... Там, где музыка начинает играть, там нужно раскапывать. Музыка вроде пока нигде не играет. Кто там с кем? Так, ну псевдопсы я их вижу уже. Обратно в свои кусты залезь. Чё, вот и всё. Так, у нас здесь ничего не играет. Ничего не найдено. Артефакт, может, здесь какой есть. Хороший. Не, артефакта здесь хорошего, походу, нету. Ну, вроде как должен быть. Ладно. Неважно. Пойдёмте, знаете, куда? КБО юбилейный. Может, там чё не найдём. Посмотрим. Посмотрим. Так, где он там, КБО ваш юбилейный? Ага. Ток нам колёса катит, забыл сказать. Так, вмазались аптечкой. Хорошо. Пацаны. Пацаны, я к вам. А это все те же. Короче, мы тут уже были, мы тут искали. Да ну тебя нахер. Сложные вы. Сложные. На реакцию у вас брать надо. Так, ну мы здесь уже убедились, что ничего нету. Куда пойти? В любой юбилейный. В школу. Пойдёмте в школу сходим. Обойдём бадюранов этих. Всё равно там ни хера нету. Что ж вы появляетесь так? Неожиданно. Пацаны! От нас! Что-то до хрена сливов, да? Не находите? Ну всё. Направление, в принципе, знаю уже. Сейчас буду смотреть на 360 градусов. Опа! Опа! Так эти пидоры где-то там чешут. Слева. А вот и они. Чё, всё? Скопытил? Скопытил у вас пацанчиков? Давай 10 пуль. В хозяйстве всё сгодится. Только размножились тут, понимаешь ли. Проходу не дают. Так, ну мы вроде куда-то пришли. Закопаю! Угою, нафиг! Школа вот тут вот она. Ё! Каламане. Сука! Надеюсь, я сейчас сейф не запарю. От советского... От советского инфорумбюро. Сейчас она в сторону сразу так резко. Хоп! Ну вот, нахуй! Я прав? Конечно же я прав. Блин, я же показал, что там стоит. Так, ну музыка не играет вроде как. Что я без понятия. Ни хига не найдено. Ни хига не найдено. А где мне, блин, искать? Хоть бы какую весточку дали. Давайте почитаем внимательно. История сообщения. Я не знаю. У нас ничего нет. Никаких сведений вообще. Старый КБО. Вечной порт. Госпиталь. Давайте сходим в старый КБО. Если и там ничего нету, то, короче, знаете, что будем делать? Пойдем к детскому садику. По-моему, где-то там можно было найти. Просто точно не помню. Там то ли возле школы, то ли возле чего-то. Это, короче, методом тыка только найти ее получится. О, интересно. ППШ ставится? Не, не, пуша не ставится. Сахарин должно быть где-то во дворе. Ага, значит здесь у нас. Где-то во дворике. Давайте выкопаем. Чего не найдено. Где-то, мать его, во дворе. Кто там с кем-то воюет? Ёло, блин! Ну, пиздец. О-о-о-о! Как же ж тяжело. Жить-то на белом свете не дают мне. Спокойно. Короче, где-то тут во дворике, да? Какого-то во здания? Может, здесь? Возле Прометея? То монолитовцы, то еще кто. Так, ну, вроде с Ситу Ёвина, вроде как, относительно спокойная. Огонь на подавление! Да, блядь! Вот тебе, блядь, и на подавление. Словили маслину. Ладно, ну, хотя бы одного забрали. Ровнюка. Слабо ты ранен, блядь! Блядь, я две аптечки сожрал. Вот я буржуй. Может, ПСО нацепить? Блядь! Сзади! Иди! Я на... Я на готове! Иди, я на готове. Иди-ка ты сам, а! Направление, я думаю, показывать не стоит. Посылает еще меня. Братья мои, монолитовцы! Сидешь же, говно, сюда. Слышу, как топает. Хуй в стакане, блядь. Хуй в стакане, блядь. Че-то вас тут как-то до хрена, вам не кажется? Ой. Ой. Подвисло все. Все, отвисло. Блядь, так не пугайте меня! Здесь, походу, еще одну аптечку придется сожрать. Блядь, где я? Не, ну хлебушек, конечно, регионит. Надеюсь, у тебя есть аптека. Или ты был бы полностью бесполезен мне. Хуевые калаши повыкидываем. Типа, разъезжаем. Погоди, монолита, блядь. Зла на вас не хватает. Давайте все, что можно съесть. Нет, давайте это оставим. Эта пиздюка надо облатать. Ну, а давай сюда. Полезно. Забирайте две лимонки. Не нужны. Короче, нам сказали, что где-то тут во дворе, да? Ту-ту-ту-ун. Ту-ту-ту-ун. Хвала небесам, ты нашел меня. Спасибо. Я уже думал, буду бродить тут вечно. Я ревас ванидзе, снайпер отряда. Я перед тобой в неоплатном долгу. Он, короче, передо мной в неоплатном долгу. Ну, тихо, мне нужна твоя помощь. Ты знаешь, Геннадия Серпухова? Ты ведь из его отряда. Генку-то, да как же командира своего не знать? Замечательный человек. Да и весь отряд хороший, дружный. Жаль, оставил я их так рано. А не знаешь ли ты, где похоронен он? Внук я его. Приехал могилу найти. Хоть так, повидится хотя бы. Счастливый человек, дед твой. Помнят о нем родственники. А с моими случилось, одному черт известно. Семья большая у нас была. Жаль, не увижу их больше. А где могила Денки, я не знаю. Прости уж меня, я самый первый из отряда погиб. Ну, если мы на немцев, а у них точка пулеметная. Так, меня флейцы расстреляли. Короче, бла-бла-бла, расстреляли. Антон, спасибо, покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом. Постой, просьба у меня, тебе последнее желание. Вот так, карточку мою забери. Ты мне моих родственников сзади. Отыщи, короче, кого можешь. Так, короче, разыщи всех. Ладно, мы его нашли. Это хорошо. Ввалим отсюда, блин, с этой базой монолита. Нас тут ничего хорошего не ждет. Ой, блядь, я ж не забрал. Там какое-то подземелье. Блядь, еще ропников мне тут не хватало. Давай сюда патроны. Ёп! Ты же так не пугай меня. Потому что я дерганым буду. Кандюхой веселей. Атас, пацаны. Лови маслину, падла. Я, блин, ваши выражения уже все знаю. Дайте хоть... Ау! Что-то я протупил немного. Давайте отсюда выбираться. Просто выбираться отсюда. Срисовали нас, пачаны. Даже не вижу, блядь, откуда стреляют. Срисовали нас, пацаны. Я маслину поймал! Срисовали нас, пацаны. Ослину он поймал. Вторую лови тогда. Потопаем-ка мы на базу. Там как раз в том направлении надо выдвигаться. Нахрен эту всю компанию. Вкус какой-то лишайный. Эти монолитовцы опять обратно отбивают. Но они тут, походу, все бесконечные какие-то. Не снижаем мы их популяцию вообще. Артефактов здесь нет вообще. Да ну, блядь, вы серьёзно? Фраера, блин. Сам ты фраер, блин. Ну, что за пиздец? Зато потом можно будет спокойно говорить. О, я прошёл с толкачатом на максимальную сложность. Я вообще крутой. Давайте сваливать отсюда. Я тебя, блядь, кажется, срисовал. Ну, а теперь лежи. Думаю о своём поведении. Хер на тебе. Воу. Огонь на подавление. Схаваю я в честь этого хлебушка. Чтоб хп-шечки было побольше. Короче, со всех ног отсюда валим. Просто валим. Ищем нашу КБО. Хер на них. Всегда мы с них ничего полезного не залутаем. Так, ну, вроде как смылись с опасной относительно зоны. Так, там никого нету? Вроде как никого. Ищем дальше. А можно не лететь, а? Вперёд. Так, PDA. Вперёд. Берёзка. Кажется, здесь всё заросло знатно так. Так, финишная прямая. Можно опять сохраниться. То я знаю эту игру. Мишка. Привет, Мишка Михаил Потапович. Тут, короче, бандитов можно ждать везде. Подорвали нас, пацаны. Чего расскажешь? Чё тебе рассказывать хорошо. Ты давай мне о чем-нибудь обрадуй. Дай тебе пушку починю за копейки. Можно будет подороже продать. Это тоже починим. Мою починим. Костюм у нас по ряде. Так. Ну давай продаваться теперь. Короче, забирай всё это говно. Ахрен мне его с собой таскать. Здесь косарей. Ну неплохо, неплохо. А кому там чё сдать какой квест? А, журналист. Ну что, танкист, журналист. Пойдём, побазарим по душам. Звал меня? Привет, служивый. Есть у меня для тебя интересная вещь. Только не спрашивай, откуда я её взял. А что? А что за вещь? Не тяни уже. Мне это очень важно. В общем, смотри. Это как-то Припяти времён Великой Отечественной войны. Когда самой Припяти ещё не было, на все военные объекты того времени здесь отмечены. Также здесь указано передвижение того самого отряда, который ты интересуешься. Естественно, не за просто так отдам. В аномалии вулкана артефакт есть интересный. Принесёшь карта твоя. Ну хорошо, я согласен. Только живым вернись. А то вы, вояки, в пекло без разбора лезете. Я что первый в зоне день, что ли, не вчера пришёл, чтобы узнать хоть что-то об этом отряде. Я добровольцем на операцию Фарватер пошёл. Знаешь, наверное, что мы тут пережили. Ладно, жди здесь, скоро вернусь с твоим артефактом. Доброволец. Так, давайте, знаете чё. Валя. Не, вулку мы продадим. Давайте сейчас просто продадимся. Бинтов возьмём там пару штук у нас. Которые лежат. Вот этого. Вот это вот. Забирай, пожалуйста. Энергетик, пожалуй, я всё-таки с собой потаскаю. Продать. Кстати, можно будет ящик выложить. Сколько он весит, этот ящик? Сколько он весит? 0,10 килограммов? А если выложить, то тоже не получится. Хотя бы мало весят. Ладно. Где там твой? Аномалия вулкан. Слушай, недалеко ли, а? Что-то я нормальных сталкеров давно здесь не видел там. Даже военных нет, вроде как операция Фарватер. Хрен его знает. Блять, ну откуда, блин, второй? Ну я понимаю этот. А, там сзади стоял, как-то через дерево мне ещё прострелил. О боже. Не успеваешь выйти, блин, тебя уже валят. Ну и чё, проползём? На пузе проползём. Чё-то, кстати, задолбало как-то, знаете что? Давай аптечки сюда. Всё, больше ты мне не нужен. Так, двадцать одна штука у нас есть. У нас этот перезаряжен. Пойдём за... Актефактум. Приятелю своему передай. Так, прошу прощения, игра вылетела. Короче, как-то так. Не знаю, чё это с ней произошло. Вроде как работала стабильно до этого. Надеюсь, такого больше не повторится. Посмотрим. Водка дешёвая альтернатива противорадиационным препаратам. А я её, блин, даже не использую. Уж а чё-то здесь радиация вообще нихрена не снимает. Ещё ждать, пока она загрузится полдня. О! Где там ещё один? Я его слышу. Вон, куда-то направо побежал. Нет? Человек. Это тоже сюда. Так, нам в аномалию надо куда-то идти. Где она там? Короче, ясно. Обогнём сейчас. Вроде бы пока, чтобы... Ёп! Клмнэ. Кровосось. Так, кровососа не стало. Вот бандиты здесь могут быть. Падла. Не, Гоха, конечно, спасает. Но немного. Так, нам, походу, отсюда как-то артефакт надо вытащить. Ой, собакин. Это ты хорошо пришёл. Так, давайте болт возьмём в руку. Да, нам нужно как-то отсюда вытащить. Бегом. Минус пёсик. Пёсик. Так, спасибо, что освободил меня. Но твой поступок безумен. Меня фашисты предали огню насильно. Ты же не добровольно идёшь. Кто ты? Ты из отряда Сербухова? Я Александр Терштейн. Медиком в отряде был. Я внук командира твоего, Геннадия, ищу его. Прошу, скажи, куда направился ваш отряд после смерти солдата Сванидзе? Ревас, Ревас, у нас был приказ лишить фашистов связи. К их радиовышке мы и направились. Чтобы фашисты на след на наш не напали, пришлось попетляться. Но мне выполнить задание вместе с ним не удалось. Расскажи поконкретнее. Шли мы мимо деревни моей. Кром тихо так, что мурашки по коже. Вдруг слышим, танки идут. Думали наши, но тут же фрицы марш свои поганые запели. Геннадий приказ дал в лес бежать, схываться, и мы побежали. И вдруг я вижу дом. Мой дом сожжен дотла. Около дома сестренка лежит. Израненная пуль. Видимо, сбежать пыталась, когда дом подожгли. Я бегу к ней. Маленький командир. Маленький командир что-то кричит. Выстрел в плечо, еще один в колено. Я падаю рядом с мирой. Последнее, что помню, глаза ее ясные. Когда очнулся, был уже у фашистов. Сначала они меня пытать хотели, а потом узнали, что я еврей по национальности. В общем, заперли меня в доме и подожгли его, как и мой. Мне всегда была горькая жестокость и бесчеловечности на войне. Твоя смерть и смерть твоих родных очень жестокая, даже не знаю, что сказать. Ничего не говори, спасибо, что выслушал меня. Никто ведь не знал об этом. Ты парсигар мой не продавай, не хочу, чтобы он в плохие руки попал. Он есть много лет в нашем поколении, передавался от отца к сыну. Отдай его в музей, что ли. Там его увидят, обо мне подумают. А мне приятно и легче становится. Память у тебя не исчезнет бесследно, из-за этого ручаюсь, покойся с миром солдат. Подожди, а торговать с тобой можно? Слушай, солдатик, забери как калашик. Не заберешь. Ладно. Короче, ручаюсь. Все, поручились. Я думал, там нам отсыпить немного. Денюшку. Подожди, где-то там появлялся. Вот ты где. Они же сами в руки не отдают. Опять журналисту тащить все это. Ну, уже хорошо мы справились, да? Лихо так. Главное, сейчас стамина закончится. Сейчас погну здание налево. Шу, шпаны. Они, походу, хотят мне свои калаши отдать. Не, не хотят. Кхм-кхм. Так. Ой, боже мой. Тяжко, да? Ну ничего, разберемся. Одного уже отрыли, второго уже отрыли. Грузины и евреи. Блядь, нахуй я на них полез опять. Пошли они в задницу. Уже заебали мне просто они. Давайте мы уже ганату им туда пошлем. Ой. Походу, без боя нас отсюда не выпустят. Заходи, Спокус, заходи. Все. Обычно их больше трое тут не ходит. Кому больно, а тебе больно? Ладно, я сегодня гуманный. Спасибо за калаш. Блюдо. Нифига себе, нам надавали калашей. Так, нам куда? Нам туда. Блядь, что за подладивание? О, сейчас продадимся. У доктора подлатаемся за бесплатно. Естественно. Так, доктор. Так, затай меня. Все. Так, сначала чиниться. Что скажешь? Давай, ремонт, 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 ремонт. Теперь продаемся. В общем, выкладывай. Так. Семь косарием. Почти десять. Как все хорошо у нас, а? Все. Так, сохраняемся. В общем, ребята, я думаю, серия такая, знаете, небольшая. Хотя и большая по относительно другим. Так что, спасибо, что смотрели. Обязательно лайк, подписка. Ждем следующий. Все хорошего. Пока. Так.